Как Киев без подола невозможен, так и подолу не хватало правильного еврейского ресторана. Появился. В июне на открытии гулял весь Киев. Теперь не забывают, входя в заведение, прикоснуться к оберегу с молитвой Мезуза. Хостес приветствует ласковым словом «Шалом», а надпись над аркой «Благословление входящему мир вам». И уют старой квартиры в шагаловском стиле. И юмор еврейского квартала, где Мойша торгуется с Яшей, а Хацман решит все ваши проблемы. Ой, шо вам сказать, проблем у еврея столько, шо вы устанете плакать. Как утешение, сладкая еврейская кухня. Даже борщ готовится с уткой и черносливом. Еда для радости. Так, в общем, можно охарактеризовать меню ресторана «Цемес». Собственно, «Цемес» – это сладкое блюдо из моркови и сухофруктов, бывает разным. Из парной телятины, например. Но эта морковочка, как шарики, ее на обычную заменить нельзя. Это вам не фарш. Позвольте, о фарше так рассуждает тот, кто не пробовал в «Цемесе» фаршированную щуку. Людмила Кобзаренко полностью секрет не раскрывает, призналась лишь в том, что кусок рыбы лежит на желе из белого хрена, а украшены им же, но с добавлением свеклы. Каждая еврейская мамочка умела из одной курочки накрыть большой праздничный стол. Бедность, детей множество и каждый любимчик. Для Софочки куриная шейка фаршируется мукой, для Изи – гречкой, а для Яшеньки – омлетом с куриным мясом. А чтобы папа Мохер обшил лапсердаками весь квартал, ему похмельная курочка с виноградом и имбирем. Накануне перебрал бедняга. Петушиные гребешки во французской кухне – признанный деликатес. Да, евреи везде живут, и рецепты свои не скрывают, лишь бы на здоровье. На здоровье и фигуре не помеха салатики разные. Роза Якова, да еще израильский. И только потрошки для Беллочки от тети Розы для уверенных в себе девушек. Тетя Роза весила 90 килограмм, но дядя Иося ревновал ее до глубокой старости. Чтоб мы все так жили.